Здравствуйте! В этом ролике мы покажем, как ввести в ВОГБИТ информацию об изделии, которое выпускает предприятие. Для примера возьмем изделие «Монтажный шкаф». Монтажная панель и две генрейки устанавливаются при окончательной сборке. Крепежные изделия применяются стандартные. Сам шкаф состоит из двух сборочных единиц – корпус и дверь. Корпус состоит из двух боковин, задней стенки, верхней и нижней крышки. Все детали собственного изготовления. Дверь собирается из деталей собственного изготовления, панель и петля, а также покупных деталей – стекло, ручка и замок. Рассмотрим, как ввести информацию о таком изделии в ВОГБИТ. Мы продолжаем использовать базу данных «Стартовая» из стандартного дистрибутива ВОГБИТ, в которой нет никакой заранее подготовленной информации. Точно так, как если бы мы только что приобрели программу и начали с ней работать. Добавим в базу данных само изделие и компоненты, из которых оно состоит. Открываем справочник «Номенкватура». Для начала создадим в нем несколько папок, в которые затем и будем добавлять наши детали, стандартные и покупные изделия. Это не обязательно, просто так будет удобнее работать. Заранее тщательно продумывать или создавать сложную структуру папок не нужно. Ее всегда можно будет легко изменить или расширить по мере необходимости. Более того, в ВОГБИТ при желании вы можете создать и использовать одновременно несколько альтернативных вариантов структуры папок для одной и той же информации. Готово! Теперь добавим в базу данных наше изделие «Монтажный шкаф». Добавим узлы и детали, из которых состоит шкаф. И так далее, по аналогии добавляем остальные детали. Также нам потребуются стандартные крепежные изделия – болты, винты, гайки, шайбы. И так далее. Добавляем детали, которые мы покупаем, готовые на стороне. Ручку, замок, шпильки заземления. Теперь в нашей базе данных есть компоненты, из которых состоит шкаф. Опишем структуру изделия. Выбираем «Шкаф монтажный», нажимаем «Состав изделия». Поскольку спецификации на это изделие в базе данных пока нет, программа предлагает ее создать. Соглашаемся. Как мы посмотрели в начале этого ролика, шкаф состоит из сборочных единиц корпус и дверь, деталей панель, рейка и решетка вентилятора. Для крепления двери используются винты на 4, для крепления рейк на 5. Панель крепится на шпильки. В резьбовых соединениях используются гайки и шайбы. Проставляем количество. Для перемещения между строчками удобно использовать стрелки на клавиатуре. Готово. Таким образом мы составили спецификацию шкафа, то есть описание, из чего он состоит. Если имеются чертежи, развертки деталей или какая-то другая полезная информация в виде файлов, то можно сразу прицепить сюда и эти файлы. Это не только добавит информативности, но и может очень пригодиться в дальнейшем. Например, когда мы будем формировать с помощью программы задания для производства, можно будет сразу же получить и подборку чертежей к этому заданию. По аналогии составим спецификации сборочных единиц корпус и дверь. Укажем, из каких деталей они состоят, добавим чертежи. Если у вас единичное производство уникальной продукции, то вы можете не создавать в программе отдельную спецификацию для каждой сборочной единицы, а описать сразу всю структуру изделия или заказа в виде дерева. Программа это позволяет. Мы в своем примере составим отдельную спецификацию для каждого узла, как это обычно делается при оформлении конструкторской документации. А полное дерево изделия программа построит нам автоматически. Такой вариант удобен тем, что позволяет легко заимствовать целиком узлы одного изделия в другом. Итак, заполняем спецификации сборочных единиц, добавляем чертежи деталей. Готово! Теперь посмотрим, какое получится полное дерево изделия. Выбираем наш шкаф. Используем функцию конфигуратор. Она как раз автоматически составляет общее дерево изделия по спецификациям отдельных узлов. Подробнее об этом вы можете прочитать в специализированном руководстве. Посмотрим, что получилось. Нажимаем состав изделия. Теперь мы уже можем выбирать. У нас имеется просто спецификация шкафа и так называемая заказная спецификация. То есть с раскрытием состава всех входящих сборочных единиц в виде дерева. Вот каким получилось описание конструкции нашего изделия в базе данных Voguebit. Две сборочные единицы корпус и дверь. Детали, из которых собирается корпус. Детали и стандартные изделия, из которых собирается дверь. Детали и крепеж для окончательной сборки шкафа. Для всех деталей собственного изготовления имеются чертежи. В следующих роликах мы покажем, как описать в программе технологию изготовления этого изделия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...